МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В гимназии номер 4 разгорается скандал. Родители против образовательных нововведений. ТОСы вышли из тени. Территориальное самоуправление делит бюджетные деньги. Окружной Роспотребнадзор подтвердил случай летального исхода от так называемого свиного гриппа. Накануне от вируса H1N1 в Сургуте скончался пожилой мужчина. Специалисты отметили, что погибший не был привит, а также поздно обратился за помощью. Случай гибели от свиного гриппа первый в этом году. Однако поводов для паники у югорчан быть не должно. Действительно в городе Сургуте зарегистрирован летальный исход заболевания гриппом. Причем штамм вируса гриппа H1N1 у гражданина 60-летнего возраста. Конечно, оснований для паники нет, поскольку население округа у нас привито достаточно хорошо. Но хотя, конечно, предела совершенства нет, желательно, чтобы охват прививками был, конечно, выше. С начала эпидемии ОРВИ заразилось более 300 тысяч югорчан. 300 человек заболели гриппом, причем только треть за прошлую неделю. Карантин в школах округа помогает удержать эпидемию на уровне средней интенсивности. Превышение порог заболеваемости наблюдается во всех возрастных группах населения. В Роспотребнадзоре ситуацию по количеству заболевших отслеживают каждый день. Говорить о сроках окончания эпидемии пока не приходится. Таких сроков не существует. Как правило, нужно смотреть по количеству переболевшего населения, когда накапливается достаточная иммунная прослойка для того, чтобы вирус, который работал в конкретный эпидезон, создал достаточную иммунную прослойку. Поэтому таких сроков не может быть. Попали по школьную раздачу. Новый закон об образовании предполагает реорганизовать ряд сургутских учебных заведений в числе прочих и 4-й гимназии. В ней предлагают убрать с 8-го по 11-й классы. Но такую инициативу родители приняли в штыки. Дмитрий Теряев оказался между двух огней. Родители в недоумении. Из СМИ они узнали, что гимназию номер 4, где учатся их дети, реорганизуют. То есть там будут обучать только до 7-го класса. Хотя ранее за партой школьники сидели вплоть до 11-го. На собрании в актовом зале аншлаг. Мы, родители, обеспокоены, потому что, во-первых, мы не знаем подробности, мы не знаем, что ждет наших детей. И сама формулировка 7-летнего обучения, конечно, несколько нас сверяет. В общем-то, мы впадаем в шоковое состояние. Директор департамента образования попыталась объяснить родителям ситуацию. Дело в том, что качество обучения во 2-м лицее и 4-й гимназии на сегодняшний день не соответствует стандартам. Среди лицеев и гимназий два этих образовательных учреждения не обеспечивают должный уровень гимназического или лицейского образования. Как бы это ни прискодно звучало, я об этом говорю честно и на августовской конференции, глядя в глаза всему педагогическому сообществу и руководителям год назад. С сентября 2014 года в 4-й гимназии будут обучаться только школьники 1-х, 7-х классов. А дальше либо 18-я общеобразовательная школа, либо 2-й лицей. В последнем будет проводиться капитальный ремонт. Из него сделают центр профильного обучения старшеклассников, где будут два основных направления, естественно, научный и технический. Вот у меня ребенок на физмат идет. Таких учебных классов только два. Получается в 1-й гимназии и в 3-й гимназии. У них своих сейчас учеников хватает. И как бы это не факт, что мой ребенок попадет в ту школу. Но в департаменте образования в этом проблемы не видят. Нет ничего страшного в том, что мы учим детей быть мобильными, быть конкурентоспособными. Но это очень средний. Да что же вы так машете руками-то? Да послушайте вы. Вы же молодые родители-то в мире. Такая новость родителей, мягко скажем, не обрадовала. Вы рушите уже создано. И это нельзя не понимать. Вопрос для чего? Для вашей глобальности? Родители уверены, сейчас у детей переходный возраст. И переводить их в новый коллектив – это стресс. В новый коллектив. Каждый из разных семей. За свои... Здесь коллектив уже создан. Проблема тинейджеровского насилия. Кто будет за это отвечать? Когда ребенок с одной аурой, с одного коллектива попадает совершенно в другую незнакомую. В итоге встреча затянулась на два часа. Как высказали с родителей, внятного ответа по всем вопросам они не получили. Сейчас будут добиваться общественных слушаний. И говорят, что приложат все силы, чтобы вернуть родную гимназию. Дмитрий Теряев, Константин Алиев, Сургут Интерновости. Радужная обстановка с дошкольными образовательными учреждениями. Очередь детских садов Сургута в прошлом году сократилась на 4000 человек. В этом году администрация твердо решила обеспечить еще столько же детей местами в дошкольных учреждениях. Сейчас идет строительство трех таких. Это детские сады в 31, 32 и 33 микрорайонах. По плану они должны быть сданы до 1 января 2014. Кстати, строители садиков в 5-м А микрорайоне обещали сдать объект уже в конце этого года. Напомню, в прошлом году в Сургуте открылись три новых дошкольных учреждения. И к другим темам. ТОСы ушли в активную защиту. В Сургуте прошло первое собрание коррекционного совета по вопросам территориальных органов самоуправления. На повестке распределение субсидий. Для города это первая практика, когда бюджетные деньги выделяются ТОСом напрямую, по заявкам. Правда, смету составить успели не все. В причинах разбирался Рамиль Нуреев. Маленький шаг для председателя ТОСа, гигантский шаг для территориального органа самоуправления. Примерно так можно охарактеризовать первое заседание профильного совета. Без подножки, правда, не обошлось. Из 22 ТОСов бюджетные деньги оказались готовы делить только 6. Да и те не без ошибок. Во-первых, документы на субсидии нужно было сдать в срок до 15 января, а по факту представили в феврале. Во-вторых, большинство председателей Совета ТОС, за исключением ряда небольшого количества председателей, слабо владеют навыками работы на персональном компьютере, с офисными программами, в частности Microsoft Excel, что не очень хорошо повлияло на качество подготовки документов. Но кто смог, тот успел. Бюджетный пирог стоимостью 29 миллионов рублей решили разделить по принципу, кто раньше встал. Пока, так сказать, в профилактических целях. Во-первых, мы посмотрим по объему финансирования, которое будет заложено на реализацию тех проектов, которые пройдут защиту. Во-вторых, мы покажем положительный пример в этом движении тем ТОСам, которые у нас еще готовят документы. И, кстати, у них будет возможность учесть те ошибки, которые сделали первопроходцы на этом пути. И мобилизовать тех, кто еще не решился принимать участие в этой схеме или нет. А последних пока хватает. Хотя сторонники ТОСов утверждают, такая схема, когда город выделяет деньги на нужды определенного микрорайона, своего рода прогресс в развитии территориальных органов самоуправления. Я бы, например, предложил выделять средства на благоустройство конкретного микрорайона, чтобы эти деньги шли не через департамент городского хозяйства, а именно через ТОСы. Им виднее. Они лучше знают, что им в первую очередь надо благоустроить. Именно благоустройство своего микрорайона включила в смету расходов Людмила Романенко, председатель ТОСа номер 3. Цена вопроса чуть более 3 миллионов рублей. Территория – ЖД вокзал и Пикс. Первое впечатление складывается сразу же с вида ЖД вокзала, привокзальных площадей, эстетичность тяжелых домов, присутствие зелени благоустройства. Глазами вновь привыкших мы не можем наблюдать богатый, ухоженный и красивый наш город. Работы по преобразованию микрорайона обещают выполнить своими силами. Необходимо только финансирование. Несмотря на отдельные вопросы к председателю, смету расходов совет утвердил. Положительные ответы, хоть и с незначительными поправками, получили и остальные выступающие. Теперь слово за ТОСами. Впереди отчетный период, а значит нужно будет доказывать свою состоятельность на деле, а не в Excel. Рамина Рив, Александр Латыпов, Константин Олейф, Сургут Интерновости. Впервые в Сургуте прошел конкурс с вокалистов под названием «Голосята югра», и в нем участвовали дети от 7 до 15 лет, учащиеся в школе искусств. Около 70 человек показали свое мастерство высокому жюри, который в основном состоял из деятелей культуры окружного уровня. Он и лятал перед войсками православный русский царь. Участники конкурса в ожидании выхода слушают соперников. Родители стараются запечатлеть каждый видок своего чата для истории. Концертный зал запомним до отказов. Идея на самом деле родилась у меня, но название конкурса не моя придумка. Это мне лет 8 назад подарил программу работы с детьми среднего возраста известный вокалист нашей страны и не только нашей страны мирового уровня величина Виктор Владимирович Емельянов. Исполнители выступали в народном и классическом стиле. Представлены хоровые коллективы, дуэты, солисты. По возрасту конкурсанты делились на владшую, среднюю и старшую группы. Всего около 70 человек. По оценкам специалистов, для первого раза это довольно много. Были дебютанты и те, у кого уже солидный опыт. Участники международных конкурсов. Мы видим способности детей, желание детей петь. Есть интерес к этому. Вы видите, как интересно дети представляют свою программу. И мы думаем, и видим, и знаем, что это нам удается. Конкурс планировалось провести в начале февраля. Но из-за карантина, связанного с эпидемией гриппа, его пришлось отложить. Несмотря на эти неудобства, члены жюри, специалисты из округа, рабочие дни которых расписаны буквально по минутам, все равно нашли время приехать в Сургут. Кроме того, пение ребят оценивали преподаватели средних специальных учебных заведений города. Уровень конкурса показывает в основном очень профессиональную, хорошую работу преподавателей. Есть несколько детей, мне кажется, что у них может быть хорошее профессиональное будущее. Без наград не остался ни один ребенок. Организаторы продумали систему поощрения таким образом, что буквально каждый участник соревнования получил свою долю одобрения. Руководство школы искусств номер 2 планирует вывести конкурс на городской уровень и сделать его ежегодно. Марина Виторина, Галина Кокоткина, Константин Алиев, Сургут интерновости. И на Ямале знают наших на Кубке Урфо по танцевальному спорту. Рингойский вайс победу одержала юная сургутская пара Анастасия Якаева и Игорь Фирер. Три раза в неделю групповые занятия и еще три раза индивидуальные. А перед соревнованиями вообще приходится тренироваться каждый день. В таком темпе Настя и Игорь живут последние несколько лет. На новые подвиги вдохновляют предыдущие победы. Самая большая у нас победа была на международном конкурсе в Москве. Больше всего мы хотим купаться в шоу, это в Германии. Там, где проходят соревнования, много больше, чем в России. Там больше пар и больше очков за призовое место. Игорь, или как его называют в коллективе Гоша, в ритме вальса живет практически с рождения. Его мама и папа, дедушка и бабушка – танцоры. Причем все преподают в его родном клубе. Тренеры Игоря признаются, победить их воспитанникам в доме Мурингоя было не очень сложно. Сильные соперники, пара из Хмао, отказались ехать так далеко. А среди ямальцев наши танцоры всегда на голову выше. И было внесено предложение вице-президентам Тюменской федерации и президентам Тюменской области. Она предложила в следующем году провести турнир, уже сделать турнир среди ансамблей и среди команд городов и клубов. И как они высказали, что самое удобное место расположения – это город Сургут. До ямальского первенства ребята прошли более сложные испытания – Московский международный турнир. Там Настя и Гоша заняли 11 место из 250 пар. Результат на уровне. Впереди очередная цель. Сейчас мы собираемся ехать на члены России в Москву. Надеемся, что в четверть попадем, то есть в 20 лучших пар. Там большой состав собирается приезжать в основном самые-самые лучшие. Средний уровень туда не едет. Федеральные старты состоятся 30 марта в столице России. Сургут представит пара – Анастасия Якаева и Игорь Феррер. Екатерина Любешева, Денис Зонов. Сургут. Интерновости. В Сургуте прошло первенство Уральского федерального округа по скалолазанию. Это своеобразный смотр молодых спортсменов перед более значимыми стартами. По результатам соревнований лучшие участники имеют шанс попасть в региональную сборную и выступить на всероссийском первенстве. Страсть к скалолазанию у Маргариты в крови. Этим спортом занимается вся ее семья. В своем родном Малангипасе девушки нет равных. А вот на первенстве Урфо Рите приходится сложнее. Зрение тут важнее, чем мышца, говорит Маргарита. Не увидишь маленькой зацепы – можешь сорваться вниз. На России целый трассы стоят на мизерах. Я когда была один раз, чуть не упала, потому что они маленькие очень и их не видно вообще. Соревнования мне очень нравятся, потому что хорошие, не слабые соперники. И вообще в целом скалодром у них отличный. На первенстве Урфо в Сургут приехали сильнейшие представители из 11 муниципальных образований. Возраст спортсменов от 10 до 19 лет. Утром работаем, спокойно, смотрим, думаем. Соревновались два дня в дисциплинах на скорость и на трудность. В первый, чтобы результат был объективным, забираться на скалодром приходилось дважды. Потом показатели суммировались. Что касается дисциплины «Трудность», то оценки в ней зависят от сложности трассы. Категория сложности определяется по количеству перехватов на маршруте, по конфигурации зацепов, пассивные или активные, мелкие, большие, крупные, рельефы. И плюс угол наклона, конечно, учитывается. Насколько спортсмен может управлять своим телом, двигаться и, естественно, может продумывать трассу, как правильно и технично, грамотно и дальше пройти. То есть, карабкаясь вверх ногами по потолку, важно не потерять голову. Но главного победителя определяют потому, взял ли он топ. А именно, добрался до самой верхней зацепы, взялся обеими руками, досчитал в уме до пяти и спрыгнул. В скорости лучшей оказалась сборная «Югры». В трудности – гемальские спортсмены. Обычно обе эти команды уступают члябинским и свердловским скалолазам. Но в этом году просто повезло. Лидирующие сборные приехали не в полном составе. Федеральная битва за покорение вершины состоится в мае, в Кирове. Екатерина Любешева, Сергей Колотов, Сургут Интерновости. Каши и булочки, викторины, эстафеты, клюшки и ракетки. Активисты «Гражданская платформа» организовали на катке «Буревестник» детский праздник. Мероприятие провели для популяризации спорта среди школьников. Несмотря на ненасти, каток переполнен. Кто-то из ребят знал о празднике. Кто-то, услышав веселую музыку, пришел посмотреть, что за мероприятие. Однако остались все. Я сегодня пришла на детский праздник, чтобы повеселиться. Если честно, я пришел случайно погулять с друзьями, поиграть в хоккей. Ну, я не знала, что будет такое мероприятие, и решил участвовать. Отдохнуть и повеселиться, за перезы как-то бороться, да и нет. Главное, участие, а не победа. Нравится, пришел погулять с друзьями, покататься. «Гражданская платформа» организовала такой праздник для детей не случайно. Цель – популяризация детского спорта, тем более скоро Олимпиада в Сочи. Призы соответствующие. Все с символикой самых главных спортивных соревнований. Мы решили знать, чтобы приобщать детей к дворовому спорту. Хватит сидеть дома, хватит смотреть телевизор и компьютер, надо заниматься спортом. Мы рассчитываем, что эти дети, которые сейчас, они в будущем станут нашими олимпийскими чемпионами. За участие в викторинах ребята получали билетики с олимпийскими кольцами. Но, разумеется, не просто так. Вот первый, первый момент выдачи вот такого билета. Тут можно получать этот билетик, а дети потом на подарок. Мало знать только теорию, надо быть ловким еще и в практике. Побыть фигуристами, биатлонистами, кирлингистами – все это возможно в рамках одного дворового катка. Главное, чтобы фантазия была и хорошее настроение. Рады не только дети, но и родители. Все только за, чтобы такие детские мероприятия проводили хоть каждые выходные. Чем чаще, тем лучше. Им интересно. А есть близкие? В итоге, если приходят, значит, интересно, значит, нужно. Вот такие мероприятия, что способствуют улучшению здоровья, настроения. И, в общем-то... Ребят, давайте сделаем несколько, чтобы ребятишки заинтересованы были в спорте. Потому что интересно и почаще бы... Участники партии «Гражданская платформа» справедливо решили, что не митингами надо славиться, а другими массовыми мероприятиями. Детский праздник был только первым шагом на пути к организации досуга всех сургутян. Дарья Давыдова, Александр Латыпов, Сургут.Интерновости. Эти и другие новости смотрите на нашем сайте indefisnews.ru. Спасибо, что были с нами. Всего вам самого доброго и до свидания. Доктор Бужинаев обучался медицине с пятилетнего возраста. Сегодня высококлассный специалист проводит точные диагностирования и безоперационное лечение межпозвонковых грыж. Семь лет работы Александра Бужинаева в Сургуте показали. Все пациенты прошли курс лечения исключительно с положительными результатами. Телефон центра 90 11 88. Экологически чистые продукты мяса, молоко, овощи, фрукты. Центральный городской рынок. Улица Островского, 14 дробь 1. Телефон 3173 55. Ежедневно с 9 утра до 7 вечера. Супер предложение. Все дубленки по 15 тысяч рублей. Салоны кожи и меха. Соленье коллизионе. Торгово-развлекательный центр «Ершина». Четвертый этаж. И торговый центр «Новый мир». Второй этаж. 23 февраля и 8 марта праздники взрослые. Скидки не детские. Только в сети магазинов «Карапуз» праздничная скидка на игрушки до 45%. «Карапуз», чтобы ваш подарок был еще больше. Акция действительно до 8 марта. Теперь вызвать такси можно одной кнопкой. «Набери 222-222». Скачай программу «Посылки». Испытай возможности новых технологий. Такси «Любимая». Город Сургут. Большой выбор металлических и межкомнатных дверей. Доставка, установка, гарантия, беспроцентная рассрочка. Салон дверей. Телефон 35-8282. «Фэшн коллекшн». В модных заведениях твоего города. Подрастаешь понемножку, заходи к нам в капитошку. Здесь играют и поют, дружно, весело живут. И ребенок каждый знает, здесь в обиду не дадут. Хотите вспомнить вкус настоящей тушенки? Без консервантов, сои и прочих добавок, как раньше. Только мясо. Монгольская тушенка. Только мясо. Натуральный продукт. И о погоде на 1 марта. В студии Карина Навальнева. Здравствуйте. Генеральный спонсор прогноза погоды – компания «Жалюзи». Компания «Жалюзи». 18 лет на рынке услуг. Жалюзи всех типов. Шлагбаумы, защитные рольставни, ворота. Компания «Жалюзи». Улица Гагарина, 8. Телефон 245-00. Улица Лермонтова, 11-5. Офис 203. Телефон 36-14-47. Открылся новый офис по адресу улица Гагарина, 8. И с 1 марта переходит на режим работы без выходных. В предстоящие сутки западные центральные районы Ханты-Мансийского автономного округа окажутся в тыловой холодной части ненастного циклонического вихря. Ночью в Сургуте и окрестностях облачно-кратковременный снег. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха минус 23-28. Утром местами снег. На столбинах термометров около 23 градусов мороза. Днем также облачно-кратковременный снег. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура 19-24, ниже 0. В течение дня солнечная активность умеренная, гемогитное поле неустойчивое. Атмосферное давление повысится и составит 747 миллиметров ртутного столба. Фабрика Комфорта. Модернизированное производство по изготовлению мебели в Сургуте, оснащенное самым современным оборудованием. Объемы заказов увеличились, а сроки исполнения снизились при неизменно высоком качестве. Лучшие образцы. Кухонные гарнитуры, шкафы-купе, различная корпусная мебель в выставочных залах, торговых центрах и в ваших домах. Фабрика Комфорта. Новые технологии производства, мастерство, безупречный сервис. И, пожалуй, лучшее сочетание цены и качества. Саламандр. Размер не имеет значения. Большое поступление летней демисезонной обуви в фирменных салонах обуви «Саламандр». Распродажа коллекции 2012 года. Я желаю вам весеннего настроения. Будьте здоровы. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова